Прежде всего, Олег Булеков сообщил общественности о крайне скверном, по его мнению, финансовом состоянии Рязанского водоканала. Глава администрации озвучил, что сейчас у МУПа долги превышают сотни миллионов рублей, а покрыть их нечем. Кроме этого, износ сетей и водоснабжение составляет почти 80%, а денег на их замену также нет. Поэтому принято решение найти более эффективного собственника, чем муниципалитет. Имущество, которое на сегодняшний день находится в водоканале, оно было и остается муниципальной собственностью. Оно всего лишь передается в управление физическому, либо юридическому лицу, которое будет отобрано на конкурсной основе для более эффективного управления. Сразу возникает вопрос, зачем это делается. Это делается лишь для того, чтобы пришел более эффективный собственник, чтобы те убытки, которые на сегодняшний день есть в наших муниципальных предприятиях, и они будут накапливаться. Потому что за последние три года водоканал показал отрицательные показатели финансово-экономической деятельности. Он убыточен. Надо сказать о том, что концессия – это не какое-то новое веяние, это не какие-то там креативные идеи, которые придумала новая администрация. Нет. Слово «концессия» и сами концессионные соглашения появились еще в прошлом столетии. В 2021 году Ленин в своей статье о капитализме и концессии как раз и говорил о том, что необходимо то имущество, которое было национализировано, передать эффективным управленцам, которым, к сожалению, молодое государство тогда не могло управлять. Предполагается, что уже вскоре после прохождения необходимых юридических процедур будет назначено время конкурса, на котором заинтересованные компании объявят свои условия по концессионному управлению Рязанским водоканалом. Организация, которая будет выбрана на условиях торгов, будет взбираться по нескольким критериям. Первый критерий – тот, кто наибольше вложит средства в модернизацию наших сетей, обеспечив при этом сокращение потерь и повышение качества оказываемых услуг. Это организация, которая предложит наилучшие условия. Немаловажный вопрос – это утверждение тарифов на воду при новом собственнике муниципального предприятия. Вот как это представляет глава городской администрации. На сегодняшний день, опять же, политика Федеральной службы по тарифам такова, что есть предел роста по воде, по водоснабжению, водоотведению, по теплу, по электричеству. И, конечно, этот рост может быть абсолютно разным. И может консессионер согласовать рост платы по населению выше, нежели установленный предел. Опять же, в той же Федеральной службе по тарифам. Но у нас в области существует механизм, который четко говорит, вот все то, что утверждено в ФСТ платы граждан, и если, не дай бог, она будет выше, то разница будет выплачена населению. Но на сегодняшний день политика складывается такова, что есть регулятор. Он регулирует общий рост платы граждан. И мы, получив цифру на 15-й год рост платы граждан, и финансовая модель в нашем консессионном соглашении заложена такова, что мы не превысим те пределы, которые установлены Федеральной службе по тарифам. Предполагается, что контролировать выполнение всех пунктов концессионного соглашения будет в неведомственной комиссии, состоящая из депутатов городской думы, чиновников городадминистрации и общественности. Одним из членов комиссии может стать почетный гражданин города Рязани Иван Татанов, который стоял у истоков основания водоканала, руководил предприятием более 20 лет и присутствовал на сегодняшней пресс-конференции главы городской администрации.